МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Петровское наследие. Вместо императорского сквера у речь вокзала появилась шепеток. Ларючный ренессанс. Саратов снова заполняется торговыми палатками. Кадровый резерв. От массовых убийств собак к трамваям и троллейбусам. Обезьянка Дуся, испанский козлик-канатоходец, шоу аргентинских попугаев, джигиты и рбек, африканский акробат, легендарный робот-титан. И все это под шутки клоуна Андрюни. Краткий перечень номеров из программы «Евроцирка», который на следующей неделе начнет свои гастроли в Саратове. Подготовка к встрече с артистами уже началась. Свои представления «Евроцирк» будет давать на площади у речного вокзала. Многострадальный участок земли никак не дождется лучшего применения. В этом году снова прозвучало предложение разбить на месте пустыря сквер. События хотят приурочить к юбилею приезда в Саратов Петра Первого. Собственник земли даже обращался к губернатору Валерию Радаеву. В письме говорилось о готовности продать участок или обменять на равнозначный. С тех пор прошло уже полгода. На площади у речного вокзала появилось шапито. Что лучшее – жизнь в цирке или цирк в жизни? Кажется, в этой истории ответ очевиден. Эта площадь в самом центре Саратова на набережной могла бы давно стать местом притяжения для горожан и туристов. Но по неведомым причинам вот уже много лет является предметом своеобразной эквилибристики между городской администрацией и собственниками этого участка земли. А тут еще и цирк приехал с шатром, джигитами и прочими атрибутами, которые, увы, не стали украшением этой части города с историческим ансамблем музейной площади. Летом этого года губернатор Валерий Радаев предложил создать здесь сквер Петра I в честь 300-летия приезда императора в Саратов. Идею главы региона поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Я знаю, что эти вопросы сегодня находятся на контроле губернатора мэра города. И, насколько мне известно, в планах у Михаила Александровича вернуть вот этот участок рядом с гостиницей «Словакия». А вот что там будет в будущем? Обсуждайте. Однако выкупить участок у собственников городские власти особо не торопятся. В мэрии вопрос курирует замглавы Антон Корнеев. Чиновник отказался от общения с прессой. Да и о чем говорить? Результатов переговоров с собственниками участка не видно. Напомним, что земля принадлежит компании «Фемида Саратов». И владельцы давно готовы передать ее в муниципальную или государственную собственность путем выкупа элемены. Встречи и заседания, переговоры и обсуждения рассказала нам по телефону представитель компании Наталья Шипотько длятся годами. К сожалению, не администрация нас вызывает. Опять же, компания просит назначить совещание, просит проработать вопросы, просит какой-то информации, как развивается у нас мероприятие. Компания понимает и принимает существующие сложности в реализации вариантов обмена или выкупа. Но как бы вот хочется двустороннего диалога. Получается монолог. После таких монологов в исполнении мэрии продолжила Наталья Шипотько и вовсе наступает затишье. Тем временем жизнь на площади в историческом центре города, как правило, продолжается. Несколько месяцев назад здесь развернулась ярмарка, предлагающая всем желающим нехитрый товар из Белоруссии и китайский шарпотреб. Кстати, летом наблюдалось некоторое оживление в решении проблемы. Была создана дорожная карта и по заказу муниципальной власти землю оценили в 178 миллионов рублей. Однако дальше чиновники вновь нажали на тормоз. Пауза затянулась до зимы. В течение недели мы получили два предложения. К выкупу 9 декабря и 17 декабря. Нет, давайте вернемся к мене. Мы уже не понимаем, что происходит. И опять же, получается, все мяч на стороне администрации. То есть только они могут решить этот вопрос. Поскольку наш участок к обмену готов, он не обременен правами третьих лиц. Он, так скажем, чистый для обмена. А вот все земельные участки, которые предложены администрации, они правами третьих лиц обременены. Они не могут никак решить этот вопрос, освободить их от этих обременений и передать нам поменяться собственность в собственность. Речь идет об обмене на земельные участки в заводском районе. Так, к примеру, дом на Барнаульской 16, признанный аварийным еще в 2015, должны были расселить до конца 2017 года. Однако жилье для собственников шести квартир так и не нашлось. Жонглировать своими решениями городская администрация продолжает до сих пор. Оценив земельный участок в 178 миллионов рублей, чиновники и бизнесмены обсудили эту цену и практически ударили по рукам. Но! Сегодня вдруг оказалось, что понимание проблемы есть, а денег на ее решение в городской казне нет. Мы на сегодняшний день работаем с ними по вопросу мены земельных участков. Мы находимся сейчас в стадии переговоров. Да мы бы выкупили, если бы цена была разумная. 170 миллионов? Ну, 170, да. Ну, вы как считаете, выкупить земельный участок за 170 миллионов рублей? Это цена непонятная, необъяснимая. Ну, для муниципалитета. На какой стадии решения проблемы сегодня? Очередные переговоры, судя по всему, ведут в очередной тупик. Одно можно сказать точно. 28 декабря в Шапито начнутся гастроли. Зрителям областного центра обещают увлекательное новогоднее представление. А что станет с землей, когда уедет цирк? Об этом чиновники по-прежнему умалчивают. И снова о ларьках. Наследие 90-х и нулевых вновь будоражит горожан. То тут, то там, на тротуарах и газонах появляются будки с едой, сигаретами и всякой всячиной. Чиновники хмурят брови, грозно грозят пальчиками торговцам. Те, иногда смущаясь, уверяют, что больше так не будут. Но ларьки продолжают множиться, как грибы после дождя. На этой неделе очередная будка появилась в самом сердце города, на главной пешеходной зоне, обновленном проспекте Кирова. Закусочная от русского аппетита воронежская франшиза. Начать работать точка общепита не успела, скандал дошел до мэра. А что касается проспекта, ну мы обсуждали эту тему. Это общая территория. Я же вам объяснил сейчас. Это договорные отношения, которые заключены с 5 по август 2020 года. С тем собственником, который арендует, и чей ларьок, был разговор. Он взял позавчера, ночью привез и поставил там, или в начале дня поставил этот ларьок. На сегодняшний день мы с ним занимаемся для того, чтобы в рамках закона произвести мену, предоставить ему другой участок и освободить эту территорию. Потому что можно поставить краном, но как минимум это будет превышение. И что там у собственника будет, он на кражу может написать заявление и так далее. Вы все это прекрасно знаете. Поэтому здесь вот эти ларьки, они просто неуместны. Уже ночью градоначальник на странице в инстаграме отчитался о демонтаже конструкции. И уже в четверг днем от будки не осталось и следа. Уполномоченным органом по проведению торгов на право размещения нестационарных торговых объектов выступает комитет по управлению имуществом. Курирует данное направление заммэра Антон Корнеев. Схема размещения ларьков находится в открытом доступе, прямо на сайте мэрии. В ней все, от торговых тележек до елочных базаров и киосков. Мэр ссылается на старый договор, но все же, почему ларька с едой нет в этом реестре? Впрочем, с бизнесом из Нечерноземья это не единственный казус. Угол Соколовой и пятого Мурманского проезда. Через дорогу – здание аграрного университета. Торговля должна быть бойкой, но нам правда не повезло. Занятия у студентов кончились. А это снова центр города, улица Московская, место проходное. Снова берем схему размещения ларьков и снова не находим в ней палаток русского аппетита. Ну как же так? В сегодняшний момент у нас получается так, что в некоторых центральных местах мы видим, что появляются ларьки, на которые не сразу могут предоставить, а зачастую вообще не предоставлять никаких документов, и которые функционируют, которые подключены к свету, которые подключены иногда к отоплению даже, которые иногда даже, как бы это абсурдно не звучало, канализацию и воду имеют. Какие-то ларьки, которые временный характер носят. Для того, чтобы этого не допускать, необходимо держать четкую позицию, невыборочную. И если появился где-то ларек, тем более в таких центральных местах, про которые говорили ранее, то их наказывать, наказывать по всей строгости. Потому что, чтобы мы понимали, любая срочка для сноса того или иного ларька приносит прибыль тому, кто осуществляет там свою деятельность. Он по всякому будет это оттягивать. И тот, кто ему, соответственно, в этом помогает. Мы же должны предполагать, что просто так ларьки, они не стоят. Кто-то в этом заинтересован, чтобы кто-то не сносился. Евгений Чернов – участник межведомственной группы, которая создана при городской думе. В нее входят представители всех структур, которые должны бороться с незаконными ларьками. В августе вместе с парламентарием мы были участниками рейда по объектам, подлежащим сносу. По торговым палаткам уже были вынесены судебные решения. Острая дискуссия развернулась с владельцами бизнеса на улице Лунная. Здесь под снос должны были пойти пять ларьков. Устоял один. Сарай держится из последних сил. Кстати, владельцы на встрече в августе говорили об удобствах для покупателей. Они здесь налицо. А вот и наш старый знакомый – ларек с мороженым. Немного поменял место дислокации. Но в схеме размещения нестационарных торговых объектов его тоже нет. Рабочую группу мы не прикрываем, мы не заканчиваем. Мы все объекты, которые у нас были, по которым сроки подошли или подходят, мы их будем контролировать. На тех этапах, когда кто-то незаконно захватывает землю, здесь необходимо муниципальному контролю, земельному контролю, правоохранительным органам применять как раз те нормы, которые будут наказывать за захват чужой земли. Я же не могу, например, просто так прийти к вам домой, в частный дом, либо в квартиру и поставить там свою палатку или ларек, или еще что-нибудь. И там, соответственно, находиться или осуществлять, тем более, даже предпринимательскую деятельность. Не могу. А это земли общего пользования, муниципальные земли. Поэтому здесь необходимо жестко пресекать и наказывать. Идея с перехватом инициативы у торговцев хороша, но на практике не реализуется. Мы снова на Лунной. В течение пары лет здесь была сезонная торговля овощами. Архивные панорамы Яндекса напоминают, как все это было. Осенью торговая точка обзавелась стенами и крышей. Ну и вишенка на торте. Новый ларек в шаге от администрации Ленинского района. Место это любопытное. Когда-то здесь был еще один подземный переход на Третьей Дачной. Важный инфраструктурный объект перешел в руки частников. Какое-то время использовался как склад. Теперь вход замурован фруктами и овощами. И все это на глазах чиновников. Ну, не могут же они из окон не видеть происходящего. В общем, не успели жители вздохнуть после освобождения площади УДК «Россия», как прилегающая к ней территория снова стала обрастать торговыми новообразованиями. На совещании в мэрии Михаил Исаев поручил Антону Корнееву провести инвентаризацию муниципальной земли, в том числе разобраться с ларьками. Хотелось бы, чтобы чиновник обратил внимание на те палатки, о которых мы рассказывали в своем сюжете. Уверен, что подобных примеров в областном центре найдется немало. На этой неделе кадровая революция произошла в Саратов-Гор-Электротрансе. Пост руководителя муниципального предприятия покинул Роберт Веньков. Должность он оставил по собственному желанию. У специалиста, который много лет проработал в СГЭТ, досконально знает специфику работы электротранспорта, закончился контракт. На его место пришел Владимир Прохоров. Человек в муниципальных структурах достаточно новый, но уже успевший засветиться в неприятной истории. До последнего времени господин Прохоров возглавлял МБУ «Дорстрой». Именно эта контора оказалась в центре громкого скандала с массовым убийством бродячих собак. Возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животными и превышении должностных полномочий. Полиция выясняет, как тратилось более миллиона рублей, которые выделялись на отлов, содержание и стерилизацию животных в пункте временной передержки. Возмущены саратовцы и варварской обрезкой деревьев по всему городу. Торчащие из земли обрубки – это тоже наследие Прохоровского дорстроя. Согласно квалификационному справочнику, существуют четкие требования к людям, которые занимают посты генеральных директоров на предприятиях, учреждениях или в организациях. Это высшее профессиональное техническое или инженерно-экономическое образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее пяти лет. Владимир Прохоров ни одному критерию не соответствует. Согласно предоставленной редакции справки, в муниципальных учреждениях и предприятиях он трудится с 2017 года, то есть с того момента, как Михаил Исаев стал саратовским мэром. Общий трудовой стаж – 24 года. Из них 8 Владимир Прохоров проработал в органах внутренних дел. У нового гендиректора СГЭТ отсутствует высшее образование, а это означает, что даже в полиции он служил отнюдь не на офицерских должностях, а был обыкновенным рядовым сотрудником. Тем не менее, все эти факты Михаила Исаева не смущают. Он уверен в своем назначенце. Это человек, который, придя на предприятие Дорстрой, в течение трех месяцев навел порядок и показал эффективность. Продолжение следует... Вновь было принято решение назначить его на одно из крупнейших предприятий, который отвечает за стабильную работу горэлектротранспорта. Я считаю, что там, прежде всего, необходимо навести порядок, разложить все по полкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий.